Здравствуйте! В студии Олеся Попова. О новостях Ленинского городского округа расскажу я и мои коллеги. Далее коротко об основных темах выпуска. На Лесной улице стартовали работы по благоустройству новой детской площадки. Жители обращались к нам по поводу вот этого места, чтобы облагородили его, чтобы сделали им спортивную площадку, чтобы провели красивое благоустройство. В Видновском центральном парке прошла благотворительная акция для детей из Луганской и Донецкой республик. Чтобы они как-то отвлеклись морально, физически, также родители могли отдохнуть. Фестиваль национальных игр состоялся в музее-заповеднике Горки-Ленинские. По многочисленным просьбам местных жителей на Лесной улице стартовали работы по благоустройству новой детской площадки. Также на этой территории будет установлен спортивный комплекс с тренажерами и зоной воркаута. Тему продолжит наш корреспондент Наталья Буслаева. Старая детская площадка, расположенная на Лесной улице, была оборудована жителями и не соответствовала требованиям безопасности. Игровое пространство популярно не только среди местного населения. Родители с детьми со всего города посещали эту зону отдыха в тихом и зеленом районе Видного. Лесная улица, она очень спокойная. Здесь машины только местных домов. Здесь приходят не только с нашей улицы, с центральной, еще и приходят с медицинской, с радиальных трех. Гуляют мамочки и здесь всегда на детской площадке они говорят, что у вас очень тихо и спокойно. Здесь было очень старое, буквально без покрытия, просто трава, автомобильные шины, по которым прыгали дети. Ну то есть очень старая советская площадка. В середине мая на этом месте начались работы по установке новой детской площадки. Жители обращались к нам по поводу вот этого места, чтобы облагородили его, чтобы сделали им спортивную площадку, чтобы провели красивое благоустройство. Но зеленых насаждений здесь очень много, в принципе, этого достаточно. Но не хватало вот именно спортивной площадки и хорошей детской площадки современной. Сейчас над строительством нового игрового и спортивного комплекса работают две бригады. Идет укладка основания, далее будет проведено асфальтирование и установка малых архитектурных форм для детей в возрасте от 7 до 14 лет. На детской площадке будет элемент большой спортивный городок с горкой. Будут элементы двойные качели, это гнездо и качели для маленьких деток. Виктория Александровская рассказывает, что местных жителей особенно обрадовала новость о том, что рядом с детской площадкой будет и спортивная зона с уличными тренажерами. Особенно мы добивались площадку для спортивных тренажеров воркаут, поскольку много людей там пенсионного, предпенсионного возраста, которые очень хотят заниматься здесь, очень. Вот, поэтому мы очень рады, надеемся, что площадка будет сделана так же, как сделана в центральной части города, с навесом по всем правилам. Здесь будет тренажер гребли, тренажер жима от груди, тренажер хоккей, альпинист. Всего шесть элементов будет под навесом, где можно будет заниматься спортом активно. Ёлку на детской площадке жители лесной улицы традиционно наряжают к новогодним праздникам. И при благоустройстве были учтены просьбы, чтобы оставить ее на том же месте. Все работы по благоустройству будут завершены до 30 июля. В планах у местного населения организовать торжественное открытие новой зоны отдыха на лесной улице. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Продолжу эфир «Я не одна». В нашей студии заведующая отделением медицинской профилактики ВРКБ Лариса Соловьева. С ней мы поговорим о диспансеризации. Здравствуйте, Лариса Владимировна. Ну, в первую очередь, расскажите, как можно пройти диспансеризацию, в какое время? Я хочу сказать, диспансеризация продолжает наращивать темпы. У нас уже практически ковидных больных почти что нет. И в связи с этим население активно проходит диспансеризацию. Диспансеризацию могут пройти любые жители, которые прикреплены к нашему Ленинскому району, либо имеют постоянное место жительства в Ленинском районе. Диспансеризация на сегодняшний день проводится достаточно легко, потому что практически у нас четвертый этаж Витновской поликлиники на заводской 15 принадлежит диспансерному отделению. И практически, побывав в двух кабинетах терапевтов, человек может спокойно в течение максимум двух часов, с учетом посещения гинекологического кабинета, кабинета, где проводится маммография, ЭКГ, пройти весь объем диспансеризации. Значит, подлежат диспансеризации лица всех возрастных групп. И рекомендуется проходить диспансеризацию раз в год, потому что это скрининговый метод и позволяет на ранних этапах заподозрить неинфекционные заболевания, онкологические заболевания, которые выявляются в процессе диспансеризации. Так на ранних этапах можно выявить рак молочной железы, рак кишечника, базилиомы различные. Какие обследования, полный список обследований, которые входят в диспансеризацию? Значит, в процессе диспансеризации в зависимости от возрастной группы человек проходит обследование, включающее флюорографическое обследование, маммографию, ЭКГ, забор крови с обязательным клиническим обследованием, холестерин, сахар крови. Ну и в процессе, пока человек проходит диспансеризацию, если у него дополнительно выявляются какие-то отклонения по заболеваниям, мы в процессе диспансеризации направляем его на дополнительное обследование к узким специалистам, на дополнительное обследование в рамках клинических анализов, для того, чтобы все-таки верифицировать диагноз, и чтобы человек получил лечение и уточнить диагноз. Вот, в частности, хочу сказать, что в настоящее время, в результате, скажу сразу, электронного документа оборота, человек может увидеть результаты своих исследований на госуслугах, придя на прием к любому терапевту или узкопрофильному специалисту, и также распечатать свои анализы на втором этаже, сестринском посту. Расскажите, как быстро можно получить результаты диспансеризации? Значит, результаты диспансеризации практически выполняются, ну, максимум через два дня, потому что практически кровь на следующий день, ЭКГ сразу в этот же день, флюорография описывается в течение дня, маммографии тоже практически два дня хватает на получение результатов диспансеризации. Расскажите, когда можно пройти диспансеризацию? Я хочу пригласить жителей Ленинского района пройти диспансеризацию в полном объеме. Она проводится ежедневно с 8 до, ну, даже можно прийти до 20 вечера, но лучше приходить, конечно, в первой половине дня с 8 до 13, когда работают все службы по забору крови, когда физиологично проходить все обследования, таким образом с 8 до 20 и каждую субботу с 8 до 14 часов в нашей поликлинике на Заводской, 15, проводится диспансеризация. Спасибо, Лариса Владимировна. Надеюсь, мы смотивировали наших зрителей заняться своим здоровьем. А я напомню, что мы говорили о диспансеризации заведующей отделением медицинской профилактики Видновской районно-клинической больницы Ларисой Соловьевой. В минувшие выходные в Видновском центральном парке в рамках проекта «Твори добро, Видное» стартовала благотворительная акция для детей из Луганской и Донецкой республик. Администрация муниципалитета совместно с общественной палатой устроили для ребят настоящий праздник. Волю попрыгать на батутах, прокатиться на электромобилях и всех аттракционах Видновского центрального парка абсолютно бесплатно смогли более 20 мальчишек и девчонок из Луганской и Донецкой народных республик. Кем приехала? Пришла в свою литературу? С мамой, с братом, с бабушкой. С братиком? С братиком. Как настроение? Хорошо. Я на колесе обозрения, батуты, ну и в зоопарк сходить. Как давно ты не была вообще в парке на каруселях? Давно? Ой, я не знаю. Даже не помнишь, да? Ребята живут теперь в Ленинском городском округе и активно знакомятся с новой для себя территорией. Татьяна Папуш с мужем и сыном Ильей приехали из Мариуполя в Лопатина еще в марте. Ленинский городской округ в лице администрации тоже помогли нам с работы с мужем устроиться. Но ребенка сразу. Мы приехали, на следующий день мы пошли в школу в Лопатина. Нас сразу, в принципе, ребенок самый первый, кто у нас устроился. Мы очень скучаем за родным городом, но понимаем, что на данный момент возвращаться некуда. Такую акцию для ребят в рамках проекта «Твори добро видное» организовали и члены общественной палаты Ленинского городского округа. Чтобы поддержать детей, чтобы они забыли то, что творилось на Украине, я считаю, что это такой большой прорыв для самих детей. Чтобы они как-то отвлеклись морально, физически. Также родители могли отдохнуть от всего этого и подумать о насущем. Праздник завершился вручением подарков – воздушных шаров и сладостей. А вот сама акция «Видновском центральном парке» для детей-переселенцев из ЛНР и ДНР продлится до 31 августа. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. 2022-й в России объявлен годом культурного наследия народов, населяющих нашу страну. В рамках этого события в музее-заповеднике «Горки Ленинские» прошел фестиваль национальных игр. Посетителям было предложено ознакомиться и принять участие в русских, азербайджанских, татарских и мордовских забавах. К празднику присоединилась съемочная группа «Видное ТВ». Подробности у Юлии Пагасьян. И не только музыку гостям дарили организаторы летнего фестиваля. Здесь, в музее-заповеднике «Горки Ленинские» на открытой площадке расположилась ярмарка продажа изделий ручной работы. Сладости, специи, мягкие игрушки, женские аксессуары и ювелирные изделия. Сегодня с чудесными авторскими украшениями. Материал, который является основой – это керамопластическая композиция. Художница создает материалы разного цвета, вмешивая цвет до обжига. И потом лепкой создаются вот такие чудесные картины. Каждая картина уникальна. Фестиваль национальных игр в «Горках Ленинских» прошел впервые. Приурочили праздник к Году культурного наследия народов России. К мероприятию присоединились представители различных диаспор, населяющих муниципалитет. У нас в программе банар там соревнования. И вот, конечно, с призами. И к тому же мы хотели бы сегодня национальным пловом. У нас большой казан приготовленный. И мы будем всех-всех детей, взрослых, всех угощать. На празднике работали мастер-классы как для детей, так и для взрослых. Станислав Грицута глину в руках держал впервые. Учился лепить кружку. Говорит, хороший учитель и желание – залог успеха. Думаю, этим плотной заняться. Как хобби. Очень интересно и приятно все вот это вот помять. А детей было не оторвать от сцены. Аниматоры проводили с ребятами развлекательную программу и, конечно, знакомили с играми разных народов России. Хорошо, что здесь проводят такие праздники для детей. Хотелось бы, чтобы это чаще было. Потому что сейчас дети, многие дети ведь остаются здесь, в Подмосковье приезжают на отдых. Интерактив был предложен не только для детей, но и для взрослых. Вот это, например, национальная татарская игра. Закрытыми глазами найти и разбить горшок. Ребенка, отведите подальше. Левее, левее, левее. Еще, еще, левее. Фестиваль национальных игр объединил более 300 гостей и продлился до вечера. Юлия Погасьян, Гирилла Иванов, Ильдасадовская, ВиднетВ. В летнем лагере «Альтаир», который работает на базе Лопатинской школы, состоялась встреча с писателем Дмитрием Углевым. Встреча была организована работниками Расторгуевской библиотеки, которые уже давно сотрудничают с учебным заведением. Послушал стихи видновского поэта Максим Козлов. Вчера был очень-очень важный праздник для каждого российского человека. Кто-нибудь знает, что это был за праздник? День рождения нашего Александра Сергеевича Пушкина. Именно в день рождения великого поэта в мире отмечается Международный день русского языка. К нему и была приурочена встреча школьников с писателем Дмитрием Углевым, который пишет стихи для детей и для взрослых. «Велик во всем, и в мыслях, и в делах, и Европы просвещенный почитатель, любил повеселиться на балах, известен миру все же как созидатель». Несмотря на то, что аудитория состоит из учеников начальных классов, Дмитрий Углев читал не только легкие произведения, но и вполне серьезные стихи, посвященные различным историческим фигурам и событиям. «Начинал писать я как автор именно для взрослых. Первые мои книги, которые были изданы, они были сборниками поэзии для взрослых. А потом вот как-то сложилось так, наступил такой момент, когда начал писать стихи для детей. Причем это затягивает, это как бы не одно произведение, а выходит иной раз даже целая серия произведений». Член Союза писателей России, автор нескольких сборников Дмитрий Углев, частый гость в Лопатинской школе, который уже более трех лет сотрудничает с Расторгуевской библиотекой. Таким образом, дети в летнем лагере имеют возможность поближе познакомиться с русской культурой. «Следующее у нас мероприятие тоже будет посвящено и Великой Отечественной войне, и тоже с ребятами будем и стихи тоже писать. И, конечно же, там у нас будут еще темы о добре и заботе о ближнем». Одним словом, планов громадье, и, судя по всему, подобные встречи не оставляют ребят равнодушными. «Вам сегодняшнее мероприятие понравилось?» «Да!» «А что нам нужно сказать?» «Посвязь!» Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Открытый кубок по баскетболу прошел во дворце спорта «Видное». Турнир посвящен памяти ушедших из жизни тренеров баскетбольной команды «Видное» Михаила Груздева, Александра Клочкова и Анатолия Матюхина. Перед началом соревнований их родственникам вручили букеты и вспомнили именитых наставников теплыми словами. «Мы участвуем в тех людей, которые сделали большой взгляд в развитии спорта на территории нашего округа. У нас много таких людей и для меня лично очень приятно, что мы их помним, а как мы знаем, человек живет пока мы его помним». Организатор кубка по баскетболу городской центр спорта. Принять участие в соревнованиях могли все желающие команды. Событие, которое сегодня здесь, в дворце спорта «Видное», оно для нас очень значимо. Значимо, прежде всего, в развитии баскетбола, спорта и, главное, сохранении памяти о этих людях. Они сделали очень много. На этом наш выпуск подошел к концу. Присоединяйтесь к нам и в режиме онлайн. Подписывайтесь на социальные сети телеканала «Видное ТВ». До встречи в эфире.